Два года назад власти Володарского района решили проанализировать отрасль спорта и поняли, что она нуждается в перезагрузке. Так в районе появился проект «Спорт», который практически полностью совпал с целями, поставленными президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». В 2017 году, когда начиналась реализация проекта, физической культурой и спортом в районе занимались 36% населения. Сегодня это уже 46%. Большую массу детей мы забрали с улицы, но осталась там масса родителей, которые, приводя ребенка в физкультурно-оздоровительный комплекс, сидели на лавочках и ждали своего ребенка. Естественно, эту массу людей, этого населения, так скажем, слои мы начали также привлекать. Прекрасное занятие в бассейне, в тренажерном зале. Потом следом потянулись бабушки и дедушки. Начали с обычного. Это веселые старты, моя семья. Потом у нас такая армия. Мы начинали 75 человек. Первый год у нас приходила пенсионеры, неработающие, льготная категория. Но на сегодня я могу сказать, что у нас на постоянной основе более 700 человек людей преклонного возраста. В социальной сети ВКонтакте была создана группа для информирования и общения с жителями района. Сегодня это основной канал коммуникации. Здесь люди договариваются о тренировках, публикуется информация о соревнованиях и их результатах, проводятся опросы, что необходимо изменить и улучшить. Отсюда руководство района получает обратную связь от населения по совершенствованию спортивной сферы. В итоге активное онлайн-общение выливается в такие ежедневные массовые тренировки в реальной жизни, где занимаются люди всех возрастов, от детсадовцев до пенсионеров. У нас поселок спортивный, традиции поддержки. Я с 95-го года как играющим был, так тренером, до сих пор играю. С 6-7-летнего возраста в футбол как на кожный мяч начал играть, так до сих пор играюсь. Семья спортивная, у меня племянник и сын тоже играют. 80% коллектива проекта это люди-общественники, это люди абсолютно разных профессий, и заводов, и правоохранительных органов, и люди-пенсионеры, которые свое время тратят на активный досуг, на занятия спортом. Они являются и кураторами данного направления, и в той же сети ВКонтакте проходят совещания, когда мы выбираем кураторов, и ребята поддерживают своим мнением. Нас становится больше, и сегодня наша группа ВКонтакте насчитывает активных полторы тысячи участников, которых по первому зову готовы прийти и поддержать любое наше начинание. Через соцсеть находятся и спонсоры, которые помогают проводить соревнования, ремонтировать и строить спортивные объекты. Так уже в этом году, ко дню физкультурника в Ильиногорске на средства инвестора появится воркаут-площадка. Отдельная программа разработана для болельщиков, даже тренировки проходят в присутствии зрителей. За такую активность они получают баллы, которые потом можно обменять на призы. Даниил Воронов, Виталий Кудрявцев, Время новостей.